Почему 3 миллиона, которые были инвестором, предназначенные изначально на Выслужскую больницу, ушли на 6-ю школу? Тарас? И второе. Вы обещали сделать парапеты, вернее, подъемы около больницы и аптеки в Выслужскому посередине. Скоро Дима Афонич? Мы вам обещали, мы это сделаем. А куда ушли деньги эти? У вас какая-то ложная информация, они на какую-то 6-ю школу деньги не уходили абсолютно. Никаких договоренностей у нас не было ни с кем. Я вам петербургский филиал акционерного общества Ростелеком, который предоставляет услуги телефонной связи в Кингисепском и Кингисеппе, в Кингисеппском районе Кингисеппе. И в данный момент мы начинаем опытную эксплуатацию новой технологии в Кингисеппе только пока. Это так называемая технология FTTB. Волокно до дома. И в данный момент в городе введены уже 28 домов. И если это интересно, это Жуково 12-20. Воровского 11-11А, 17-19, 21-31-33, Большой Бульвар 11-17, Первая линия 8, Химиков 4-8-9-10-14, Криковское шоссе 6-10-12-14-41-35-27-50. И Большая Советская, 18-23-25-37-2. Остаток исполненных производств составил 32%. Фактически взысканная сумма по исполненным производствам составила 117 миллионов 131 тысячи рублей, что на 10 миллионов 296 тысяч рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате деятельности Кингисевского районного отдела судебных приставов в 2012 году перечислено бюджет по постановлению налоговых органов 23 миллиона рублей 207 тысяч. Кроме того, взысканно и перечислено 3 миллиона 158 тысяч рублей исполнительского сбора. Осуществлено 44 привода в суде, а также 113 приводов по постановлению судебных приставов исполнителей. Препровождено в специальное учреждение 18 иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в выборе на запределы Российской Федерации. Задержаны и переданы в органы внутренних дел 3 лица, находящихся в розыске. Зарегистрировано 92 сообщения о преступлении. По результату рассмотрения сообщения о преступлении возбуждено 80 уголовных дел. 76 по статье 157, часть 1 уголовного кодекса Российской Федерации, это злостная неуплата алиментов. Одно уголовное дело по статье 315, это неисполнение решения суда руководителями организации. Одно уголовное дело по статье 312, это в отношении арестованного имущества противоправного убийства. И одно дело по статье 177 уголовного кодекса Российской Федерации, это с неуплатой кредиторской задолженности. Я точно понял, 36 миллионов рублей это те были письки, которые были ставлены по неоплате жилища коммунальной. Совершенно верно. Собрали уже только 4. Совершенно верно. Ну по-моему ведется работа. Причина в чем, почему вот вы считаете, на ваш взгляд, почему все-таки такой низкий процент сбора? 36,4. В чем это может быть не способность оплачивать население? Совершенно верно. Вы слышите, вот у нас очень крупные недоймы по нашему инсельскому району. Почему так, слабо, работаете с этим недоймом? Потому что мы не можем взыскать деньги, потому что они огромные миллионы, и приставы не работают. Почему не работают? А осуществляется взаимодействие со взысканием, реформация предоставляется. Я понимаю, что вам проще вынуть руки и забрать владельника. А вот здесь вот, когда миллионы попал, вы нам не можете все эти деньги. Я уже вам повторяю, осуществляется с администрацией взаимодействие, предоставляется по запросам, я так понимаю, где-то ежеквартально запрашивают у нас информацию о проделанной работе. Взыскатель вправе и участвует в исполнительном производстве, чтобы собственными глазами увидеть, что и как происходит, какое финансовое положение. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, компетенцией и порядок которой определен бюджетным кодексом и федеральным законом о контроле счетных органов, муниципально-контрольно-счетных органов, а также нормативными документами органов местного самоуправления. В течение 2012 года, помимо контрольно-счетной работы, контрольно-счетной палатой были внесены изменения в регламент работы самой контрольно-счетной палаты, которая является регламентом внутренним локальным актом, который определяет основные правила деятельности контрольно-счетной палаты. Контрольно-счетными мероприятиями было окончено 28 объектов, из них органов местного управления 12 с учетом поселений, муниципальных учреждений 14, прочих организаций 2, это АТП и лицей 0,13 при проведении проверки в АТП по льготному проезду. В результате проведенных проверок целевого и эффективно использованных бюджетных средств установлено неэффективно использованных бюджетных средств в сумме 1,7 млн. рублей, принятие сверхбюджетных обязательств сверхутвержденных лимитов на сумму свыше 8 млн. рублей, потери доходов бюджета на сумму свыше 8 млн. рублей, так, 590 тыс. рублей. Это поощрение лучших учителей и это организация дистанционного образования детей-инвалидов. Здесь хочу сразу сказать, что все те средства, которые были направлены в рамках софинансирования из федерального областного бюджета, были абсолютно своевременно освоены и все дети, которым в этом году у нас уже стало 18 детей-инвалидов, получили оборудование, оно установлено у каждого из них дома и обучаются они дистанционно в тех школах, где числится и преподавателям обучено, специализировано вести уроки именно в таком виде форме обучения. Мы побывали у многих дома у детей и, соответственно, видели, каким образом это обучение производится. Родители очень довольны, потому что мы проводим периодические родительские собрания, то есть в образовательную сферу погружение происходит полностью и у этих детей, что очень радостно для нас, потому что охвачено у нас детей-инвалидов дистанционным обучением и дети получают образование, в том числе и среднее, только в 100% объеме. Вот из них 21 человек стали участниками исследовательских проектов и на муниципальном уровне, и на всероссийском есть победы. Это тоже говорит о том, что наши дети погружаются именно в системе образования школьного, в участие в исследовательских научных работах, и, соответственно, это дает им впоследствии право выбирать ту профессию, которая связана с тем направлением и биология, и физика, то есть такие предметы, которые требуют достаточно многих знаний. В этом году у нас стал один учащийся лауреат премии губернатора Ленинградской области, и три учащихся выпускники стали стипедиатами губернатора Ленинградской области в рамках поддержки одаренных выпускников. 229 учащихся стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады. 51 человек наших выпускников награждены золотыми и серебряными медалями. Вот у нас у всех один вопрос. Сейчас в последнее время, честно говоря, даже за школу в российскую обиду, кто и люди показывает избиение детей? Причем по всем каналам. Скажите, пожалуйста, были ли за 12-й год факты какого-то насилия, неадекватного поведения учителей по отношению к детям? Нет, в нашем районе таких фактов не было, но надо отдать должное, что вообще в нашем обществе Российской Федерации в последнее время уровень жестокости поднялся. И когда мы смотрим итоги преступлений не только среди совершеннолетних, но и взрослых по отношению к несовершеннолетним, как раз-таки начинается это с тех людей, которые окружают наших детей. Как на Ваш взгляд в районе роль родителей? Поднята на тот необходим уровень родительского контроля за системой образования? Да, мы постоянно, кстати, как раз-таки надо отдать должное, я хотела в дальнейшем это сказать по реализации нашей новой школы, вот тот уровень открытого информационного пространства, в том числе электронного, который мы ввели и ведем второй год в нашей системе образования, пока это, так сказать, только именно в нашем районе и отличает, как раз-таки родители в стопроцентном погружении находятся как участники образовательного процесса вместе с детьми. Работа по предоставлению мер социальной поддержки и социальных выплат организована комитетом в соответствии с нормативными правовыми актами и административными регламентами на принципах заявительности. В 2012 году работа комитета была направлена прежде всего на повышение адресности социальной помощи, минимизацию уровня бедности населения, повышение доступности и качества социального обслуживания. Комитеты и учреждения предоставили меры соцподдержки и социальную помощь 49 тысячам граждан. Это почти 60% жителей Кенгисепского района. Комитетом соблюдаются требования регламента и технологического процесса. В своевременной и полном объеме осуществляется выплата свыше 40 видов различных пособий и компенсаций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова